МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня мы в студию пригласили Юлию Владимировну Филатову, замначальника управления Пенсионного фонда по Ленинскому району. Юлия Владимировна, здравствуйте! Нечасто представители Пенсионного фонда в гостях в нашей студии, поэтому я предполагаю, что вопросов будет много. Ну и у меня тоже, соответственно, есть вопросы, накопились за год. Последний раз вы как раз были в январе прошлого года. Да. Всегда Новый год приносит какие-то новшества, меняется и законодательство. Расскажите, что ждет наших настоящих пенсионеров и будущих в 2017-м? Ну, наверное, еще раз всех здравствуйте. С наступившим Новым годом. Очень приятно, что вы нас пригласили. Новое, наверное, то, что очень такая приятная новость, то, что возвращается индексация страховых пенсий в 2017-м году на уровень фактической инфляции. При этом, чтобы компенсировать пенсионерам рост потребительских цен за 2016-й год, в ноябре 2016-го года был принят 385-й федеральный закон о единовременной выплате в размере 5000 рублей. Да, эта тема очень актуальна. Я бы хотела ей побольше времени посвятить. 5000 рублей. Эта выплата полагается каким пенсионерам? Данная денежная выплата предоставляется пенсионерам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющихся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016-го года. То есть здесь даже не важно, ты пенсионер по возрасту, пенсионер ли ты по инвалидности, либо ты ведомственную пенсию получаешь? Нет, здесь не имеет это роли. Главное, чтобы являться получателем на 31 декабря. Даже если человеку наступило право, он достиг возраста только 31 декабря, включительно, он уже имеет право на эти 5000. Скажите, это выплата заявительного характера или она автоматически будет получена людьми? Нет, это она установлена федеральным законом, она выплачивается автоматически, без любого заявления, обращаться к нам не нужно, она уже производится и будет выплачена всем. В какие сроки? Сроки были установлены примерно с 13 января по 28 января 2017-го года. На настоящий момент мы уже произвели зачисление на счета получателей пенсии, кто у нас является получателем, у кого имеется счет в кредитной организации. Данным гражданам эта выплата уже произведена. Те, кто у нас получают пенсию путем доставки на дом, у них эта выплата будет произведена до 28 января. Доставщики, даже если люди уже получили пенсию, им доставляли, например, 3-5 января, соответственно, они к ним придут еще раз и выплатят эту денежную выплату. Ведомственные пенсионеры через свое ведомство или вы им отправляете? Ведомственные пенсионеры, например, те, кто у нас получают по линии МВД, военные, но также, если они являются получателем страховой пенсии по линии ПФР, то в данном случае эту выплату будет произведет пенсионный фонд. Если только одна выплата по линии военного ведомства, то тогда уже там они получают. Изначально предполагалось, что как человек выбрал пенсию, так к нему придет кроме пенсии еще и надбавка. Мы еще раз объясняем просто телезрителям, что никаких отдельных заявлений, отдельных, что как мне переводить эту доплату, ничего не нужно. Да, в этой связи вот еще хотел сказать, было очень много, как раз в разговоре про 5 тысяч, очень много было обращений пенсионеров, то, что звонили какие-то посторонние люди, представлялись пенсионным фондом сотрудниками, и просили паспортные данные и номера карт. Было очень много. Аферисты работают. Да, это буквально, наверное, в первых числах января происходило. Да, да, да. Очень повнимательно. Предупредить людей, что... Ничего, никаких информации нечего. Никогда не про что, а здесь, тем более, вы уже выбрали, как вам надо доставлять пенсию, и другого способа по получению этой единовременной выплаты не будет. У нас вопрос от Ивана. А 5-тысячная премия, он ее назвал военным пенсионером, когда придет? На военном пенсионере? Наверное, чуть позже. Это уже они должны узнать у своего, куда они получают пенсию, вот у своего ведомства пенсионного. Если он в пенсионном фонде получает еще что-то, значит, тогда мы уже, в принципе, выплатили эти деньги. Юлия Владимировна, вы в самом первом вопросе, ответе, уже сказали мне, что ожидают хорошие наших пенсионеров в 2017 году индексация страховой премии. Ой, премии. Вот и я уже, как и наш телезритель, пенсию стала премией называть. Когда она произойдет в 2017 году? Ну и, естественно, каков процент увеличения? Произойдет она с февраля этого года. В любом случае индексация будет. Предположительно, это пока цифра 5,4%. Более подробно мы будем эту цифру знать после того, как будет подписано соответствующее постановление. Предварительно 5,4%. Соответственно, уже граждане, которые у нас пенсионеры не работающие, получат в феврале уже пенсию с учетом индексации. Индексация происходит, по-моему, два раза в год. Вот эта вот сейчас надбавка единовременная 5 тысяч выплачивается только потому, что не было второй индексации в 2016 году. И мы сейчас говорили о том, что первая уже назначена с февраля. Да. И разговор шел о неработающих пенсионерах, как я поняла. Да, перерасчет только неработающих. А что будет, грозит ли увеличение пенсии работающим пенсионерам? Работающим пенсионерам увеличение пенсии у нас будет с августа 2017 года на 3, не более чем на 3 пенсионных балла. Стоимость балла также на 1 февраля предварительно составит 78 рублей 28 копеек. Вот на эту сумму она увеличится. Норма того, что у нас, которая вступила с 1 января 2016 года, то, что пенсия работающим не индексируется, она остается неизменной. Поэтому проиндексируется пенсия им только тогда, когда они оставят свою трудовую деятельность. Будет это выглядеть примерно так, что если у нас человек проработал весь 2016 год, какое-то время с 2017 года, например, первое полугодие, соответственно, пенсия проиндексируется ему на 4% за 2016 год и на 5,4% за 2017 год. Она будет приведена просто в соответствие. И он начнет ее с того момента, как оставить трудовую деятельность, через определенный период, получать уже просто в увеличенном, в индексированном размере. А что касается социальных пенсий и выплат? Социальные пенсии, как правило, индексируются у нас, но они по закону индексируются в апреле. Соответственно, будет индексация в апреле месяце. Какой процент, пока неизвестно еще. Также будет индексация, наверное, с февраля, также, пока говорю, все предварительно, также на 5,4% это индексация единовременной денежной выплаты. ЕДВ, как ее привыкли называть. Да, ЕДВ, да. Самая большая массовая такая социальная выплата, которую получают инвалиды, участники войны, ЧАЭСники и различные другие категории. Так что мы тоже планируем, что мы с февраля все это начнем платить в увеличенном размере. Юлия Владимировна, да, может быть, нас сейчас смотрят не только люди пенсионного возраста, а только те, которые готовятся стать пенсионерами. Скажите, какие-то изменения по части увеличения пенсионного возраста обсуждаются и на каком этапе? И кому уже пенсионный возраст увеличили? А такая категория людей есть. Есть, да. В этом году, с 1 января 2017 года у нас вступил в силу новый закон 143-й, который теперь у нас увеличил пенсионный возраст для муниципальных и государственных служащих. С 1 января 2017 года госслужащие у нас будут выходить на страховую пенсию по старости. Я еще раз говорю, это не пенсия, именно, которая у них вторая, госслужащим. Это именно страховая пенсия с увеличенным возрастом. Возраст увеличили. Для мужчин это увеличение теперь с 60 лет составляет 65 лет, а для женщин с 55 лет 63 года. Естественно, увеличение возраста будет проходить поэтапно на полгода каждый год. Соответственно, в этом году тем, кому исполняется женщина, например, 55 лет, она является либо государственной, либо муниципальной служащей, пенсия у нее возникнет по достижении 55 лет и 6 месяцев. Через еще полгода или в следующем году? На следующий год. Это уже кому исправят 55, у них возникнет право в 56. И так дальше. И так же у мужчин? Да, у мужчин к 2027 году это будет 65 лет, у женщин к 2032, в 63. А что скажете не о муниципальных служащих, а о госслужащих, а в общем по стране? В общем по стране разговоров много. Разговоров много, да. Я в таком же неведении, наверное, как и все, и так же мы в своем же пенсионном фоде с коллегами этот вопрос обсуждаем и тоже думаем, что же нас ждет. Пока вот только сейчас у нас коснулось это госслужащих. Хотелось бы сказать, что если госслужащие у нас получается оставляют свою должность, то тогда право на пенсию у них возникает сразу же. Если они 55, 55,2 месяца уволились, они могут сразу же обратиться, не дожидаясь. Это действует увеличение возраста только на момент, пока они замещают государственную или муниципальную должность. Я вас поняла. Что нового по программе материнского капитала? Этой выплатой тоже занимается пенсионный фонд? Нового, наверное, пока в этом году ничего нет. Размер материнского капитала остался на прежнем уровне 453 026 рублей. Единственное, что в 2016 году данную программу продлили до конца 2018 года. Поэтому у людей есть запас еще два года, чтобы родители установить. Оставить все условия. Да, все. С сохранением всех условий также будут иметь право на данный капитал. Скажите, периодически в течение, по-моему, несколько раз за прошлый год давали возможность какую-то небольшую сумму из материнского капитала обналичить? Да, у нас было и в 2015 году 20 тысяч мы выплачивали единовременную выплату. В этом году мы выплачивали 25 тысяч средств материнского капитала также единовременную выплату. А предусмотрено ли это и в 2017 году? Пока ничего нет. Не могу ничего сказать. То есть это отдельно? Никаких нормативных документов нет. Это будет отдельно. Это может быть и в начале года, и в конце года. А вспомните, пожалуйста, в прошлом году какой период давался женщинам для того, чтобы, во-первых, не только узнать об этой льготе, но и воспользоваться ей? 25 тысяч мы начали выдавать, принимать заявление. Наверное, сначала где-то с начала июня и по 30 ноября принимались данные заявления. Так что период был достаточно большой. В декабре все выплаты по 25 тысячам были произведены. Даже досрочно, кто в ноябре подал еще документы, у нас давалось месяц на рассмотрение, месяц на перечисление, но весь год был закрыт уже в декабре этого года. Многие воспользовались. Да. Опять же, про изменения, которые могут возникнуть в 2017 году, но уже теперь не о физических лицах речь, а о юридических. Что в части работодателя, что у них будет науга? Ну, самое главное, что у нас произошло, мы передали с 1 января 2017 года, в соответствии с 250-м федеральным законом, функции администрирования страховых взносов на пенсионное и обязательно медицинское страхование передали введение Федеральной налоговой службы. Так что теперь вот этими вопросами у нас занимается налоговая служба. Одновременно с этим осталось ряд функций пенсионного фонда, которые также будут обслуживать. Я хотела бы зачитать эти функции. Да, конечно. Значит, первое, это прием и обработка расчетов, в том числе уточненных по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, форму РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 года на бумажном носителе и до 20 февраля 2017 года в электронном виде. Второе, что остается за пенсионным фондом, это проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, а также внесение решений о привлечении или отказе привлечении по их результатам. Третье, это принятие решений о возврате излишнеуплаченных и излишневзысканных страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года. Также, это списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пений и штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года. Это то, что касается администрирования страховых взносов. Далее, с 1 января 2017 поменялся срок предоставления отчетности работодателей по форме СЗВМ. Эта форма как раз касаема работающих и нерабочих пенсионеров, ежемесячная форма отчетности. В этом году она принимается до 15 числа месяца отчетного периода. Ранее форма принималась до 10 числа. Поэтому срок немножко удлинился. Пожалуйста, сдавайте все свое время. Можно сдохнуть бухгалтере. И пенсионерам будет лучше. Особенно те, которые оставили свою работу. Эти цифры очень важны нашим телезрителям. Я бы хотела опять перейти от юридических лих с физическому, но перемешивая вот эти вопросы, скажите, как человеку узнать, перечисляет ли работодатель его страховые пенсионные взносы. И в каком количестве? Запросить прийти к нам либо через личный кабинет на сайте пенсионного фонда запросить выписку из индивидуального лицевого счета, на котором будет видно, что у человека лежит на его лицевом счете. Какой работодатель, за какой период и какую сумму фактически он отчисляет. Еще я хотела поинтересоваться. Вот сейчас существует очень много онлайн-сервисов, кредитные калькуляторы, а существует пенсионный калькулятор. Вот может человек, владея теми сведениями, какие суммы отчисляет работодатель, посчитать свою предположительную пенсию? Конечно, может. Он даже может предположительно рассчитать, какой у него будет каков стаж, сколько у него есть детей с учетом нестраховых периодов. Все это можно посчитать именно на сайте ПФР в личном кабинете. Не только в личном кабинете, на сайте есть услуги, которые не требуют регистрации в личном кабинете, как раз там есть этот пенсионный калькулятор, там есть обращения, которые можно оставить, там есть, можно запросить документы, записаться к нам на прием. Сайт работает, действует, на сайте сейчас обновлено очень много дополнительных услуг, туда включили. Мы можем заказать вот эту выписку из индивидуального лицевого счета как раз через сайт ПФР. Можете запросить справку о размере пенсии, о размере ЕДВ, справку на льготы для федеральных льготников также можно запросить. Можно подать заявление о назначении пенсии онлайн, можно подать заявление о назначении ЕДВ, на выдачу материнского сертификата, на распоряжение средствами. Услуг очень много. А как завести личный кабинет? Зайти на сайт ПФР, зарегистрироваться. Есть определенное количество услуг, которые не требуют регистрации, подтверждения. А полностью вы заходите на сайт, вводите учетную запись, регистрируетесь. Подтверждение учетной записи вы можете также прийти и получить в пенсионном фонде. А вы не работаете, не сотрудничаете с МФЦ? С МФЦ мы сотрудничаем. В плане МФЦ принимает у нас определенный ряд документов. Это об отказах от набора социальных услуг, это документы любого вида на материнский, связанные с материнским капиталом. Это регистрация СНИЛС в системе обязательного пенсионного страхования. Заявление о способе выплаты. Я просто к тому вела. А нельзя ли там получить регистрацию? Можете там, а можете у нас. У нас также. То есть можно два варианта есть. Мы производим ту же самую услугу, пенсионный фонд также оказывает. А вот вы сказали так легко все посчитать, но когда вы только начали рассказывать про индексацию страховой части пенсии, называли какие-то слова, вот у вас три балла, будет там три с половиной балла. А как человеку простому в этом разобраться? В этой бальной системе непростой? на прошлый раз, на прошлой встрече я рассказывала про расчет этой бальной системы, что за год человек может иметь не более 30 баллов. Баллы складываются из стажей заработка и индивидуального пенсионного коэффициента. Я сейчас как бы не готова прям досконально рассказать. А кстати, на сайте есть информация? Все есть. На сайте вы пойдете, я сама несколько раз пыталась просчитать свою пенсию, вводим стаж, который у нас есть, например, на сегодняшний момент, или мы планируем в каком году мы пойдем, вводим свой возраст, вводим стаж, вводим количество детей есть, которые, или которые предполагаем, что они у нас будут, вводим сведения о службе в армии, о среднем заработке, все вот это вот калькулятор просчитывает и выдает примерно сумму пенсии на сегодняшний момент. Юлия Владимировна, осталась вот схема такая, что когда пенсионер получает право на пенсию по возрасту, ему приходится бегать и собирать документы, доказывающие, что он работал в каких-то организациях. Организаций порой не бывает, там, архивы, организации Советского Учреждения и Союза не сохранились. Вот еще пока приходится человеку обивать пороги тех учреждений для того, чтобы доказать, что он там числился. Ну, ситуации бывают разные, трудовые книжки, конечно, тоже бывают разные, поэтому в некоторых случаях и довольно часто я бы, наверное, сказала, что да, требуется подтверждение определенных периодов работы. Если у нас человек приходит, обращается заранее, вот о чем мы всегда говорим, что приходите заранее, посылаем письма на предварительную оценку документов. За год мы начинаем высылать данные письма. Значит, на предварительной оценке делается, смотрится трудовая книжка и в случаях во всех мы делаем сами запросы по всем организациям. Единственное, конечно, бывают ситуации, когда у нас эти запросы не поступают. Архивы также пишут, что организация не сдавала и где нахождение данной организации неизвестно. Особенно это касаемо вот, наверное, конца 80-х, 90-х, вот в этот момент. И эти периоды уже не засчитываются человеку? Либо они не засчитываются, либо их подтвердить еще можно как бы по косвенным документам. Если уплачиваются партийные взносы, там это для стажа мы можем принять или для заработка посмотреть. Также по свидетельским показаниям, если находим двух и более свидетелей, опрашиваем по заявлению и только вот таким путем. Ну, в принципе, конечно, стараемся все подтвердить. Иногда, конечно, на это уходит значительное время. Ну, допустим, пенсионеры моего поколения уже могут быть спокойны сейчас, электронный архив, да? Нет, в нашем плане вообще будет лучше, потому что у нас сейчас есть индивидуальный лицевой счет. Начиная с 97-го года, если заанкетированы были в 97-м году, все сведения о трудовом стаже и заработке отражены на этом лицевом счете. Идея нам, трудовая книжка, она нужна чисто формально, потому что все будет учтено, все, что есть на лицевом счете. Поэтому, конечно, для поколения уже нашего, наверное, оно актуальнее. Скажите, а как заранее надо приходить для того, чтобы проконсультироваться о будущей пенсии? За год. Даже не за месяц? За месяц уже нужно подать заявление. Заявление на значение пенсии подается за месяц до наступления права. Хорошо. У нас вопросы поступают. Вот Марина Николаевна, она только что к нам подсоединилась, и она говорит, что необходимо сделать неработающим пенсионерам в феврале и январе этого года. Можете еще раз мне повторить? Я прослушала. Надо повторить, что ничего делать не надо. Неработающим пенсионерам делать ничего не нужно. Неработающим пенсионерам получат в феврале индексированную пенсию в новом размере. И вот еще вопрос от Ирины Николаевны. Она проживает в Видном. С 2015 года идет назначение пенсии по новому закону в Балах. Расскажите, а по новому закону можно взять заработок на 60 месяцев с 2009 по 2013 год? Вот для меня, знаете, как задача из высшей математики этот вопрос. Заработок у нас исчисляется в соответствии с федеральным 400 законом и ранее действующим 173. Заработок исчисляется, берется у нас за 2000-2001 год. Это по выписке из индивидуального лицевого счета, если эти сведения о заработке есть. Либо за 60 месяцев подряд, также до 2001 года. Далее, начиная с 2002 года, понятие заработок для назначения пенсии отсутствует. У нас есть страховые взносы, отчисления, из которых также складывается пенсия. Поэтому заработок берем либо до 2001 года 60 месяцев, если сам заявитель предоставляет, либо по выписке из индивидуального лицевого счета, которое имеется у нас, тогда мы берем за два года. Либо мы исчисляем также за пять лет с 1997 по 2001, выискивая более выгодный коэффициент. То есть человеку все-таки смотрят несколько путей расчетов. Вы не просто посчитали, сказали, вот все. Нет, если мы видим, что 2000-2001 год как бы наиболее легкий путь взять выписку и посмотреть, там есть 2000-2001 год. Мы видим, что заработок хороший, коэффициент максимальный будет. Поэтому в этом случае мы тогда уже все остальное убираем и все. Если нет этого коэффициента, соответственно, мы начинаем искать другие пути, что же будет выгоднее. Звонок из поселка Развилка от Лидии Ивановны. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я не работаю, на воспитании имеется ребенок 4-х лет. Отец ребенка умер в декабре 16-го. Брак не регистрировался. Имею ли я право назначить пенсию по утере кормильца на себя? Нет. Мама у нас на себя в этом случае не имеет права назначить пенсию по уходу за ребенком до 14-ти лет. Имеют только право те, кто были зарегистрированы в браке и не работают и находятся по уходу за ребенком. Тем не менее ребенок будет получать. Ребенок будет будет в этом случае иметь. Если был бы брак зарегистрирован, мама бы не работала, она могла бы на себя оформить пенсию, тоже как на иждивенцы. Следующий вопрос. В августе сделали перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Мой муж с августа должен был получать примерно на 350 рублей больше, а ему добавили 214. Он перечисляет налог в пенсионный фонд. Так почему же ему не доплатили? Татьяна Лебедева у нас спрашивает. Порядок перерасчета страховой пенсии с августа 2016 года немножко поменялся. Раньше у нас было фактически. Вот он заработал, мы разделили на определенный коэффициент и получили эту сумму. С 2016 года у нас баллы. Перерасчет страховой части в августе рабочим пенсионерам производится в размере не более 3 баллов. Вот на сегодня 72 рубля балл стоит. 72 умножить на 3 – это максимальная сумма, может быть, увеличения пенсии. Это при условии максимальных баллов. Ну, 7 на 3 – 210 рублей. Вот примерно там 218 рублей – это было там… 214. Ну, 214 – максимальное увеличение. Следующий вопрос от Алексея. В этом году не будут индексировать пенсию работающим пенсионерам? Почему? Ну, мы уже в начале эфира отвечали. Это неизменная норма, принята федеральным законом. Анна Николаевна из нового микрорайона города Видно, из Купелинки. Я уволилась с работы в ноябре 16-го. Когда мне будет проиндексирована пенсия? Пенсия будет проиндексирована. Если у нас человек увольняется в ноябре, независимо, 1-го числа, либо 30-го, если мы берем ноябрь 1-е, 30-е, неважно, этот месяц считается полностью, что он работающий. Отчетность от работодателя о том, что он прекратил работу, мы получим только, ну, вот уже получили 15-го января. Соответственно, в феврале мы делаем, производим перерасчет. И только в марте человек получает увеличенный размер пенсии с учетом индексации. Доплата за весь этот период при остановлении, после окончания работы не предусмотрена. Соответственно, момент увольнения в этот месяц отсчитываем 4 месяца. Ноябрь считаемся работающий, соответственно, декабрь, январь, февраль, март. Вот на 4-й месяц только получится индексированная пенсия. Следующий вопрос не подписан, звучит так. Я индивидуальный предприниматель, полагается ли мне пенсия? Конечно. При условии еще таком, что человек... То, что сам индивидуальный предприниматель будет для себя... Все отчислять, все будет очень таким законопослушным, и все за себя уплатит. А вот Владимир так формулирует свой вопрос. Как можно перейти из частного пенсионного фонда обратно в государственный? И добавляет, и будут ли последствия, связанные с переходом? Последствия. Если человек у нас подает заявление о переходе либо из НПФ, либо в ПФР, он подает заявление, например, сейчас в текущем году. Данное заявление будет передано только начиная с января будущего года в соответствующий пенсионный фонд. Оно передается только в начале года. В течение трех месяцев деньги будут переведены с одного НПФ или ПФР в другой. В течение только этих трех месяцев данные средства, которые будут переводиться, они не будут подлежать инвестированию. Больше никаких других последствий здесь нет. Хорошо. Носов Артем, город Видное, спрашивает. Я получаю пенсию за умершего отца. В настоящее время учусь, но собираюсь пойти в армию. Продолжится ли выплата пенсии? К сожалению, нет. Право на пенсию по утере кормильца у нас имеют иждивенцы до 18 лет, либо учащиеся очной формы обучения дневной до 23 лет. В этом случае, если бы был академический отпуск, он не прерывает период учения, он в этот период пенсии выплачивается. Так как человек идет в армию, соответственно, его отчисляют из учебного учреждения, поэтому пенсия в этот момент прекращается. Но при возвращении после возвращения... Если он не достигнет 23 лет, вернется из армии и опять вновь поступит учиться, он может вновь обратиться за назначением пенсии. Понятно. Валуева Ирина. 25 февраля мне исполнится 55. Заявление о назначении пенсии раньше 25.01 не принимают, а мне необходимо срочно уехать на длительный период. Что делать? В ноябре обращалась и предоставила в Пенсионный фонд документы для оценки пенсионных прав. Значит, вот в данном конкретном случае здесь будет все очень легко. Как раз здесь заявитель, раз он уезжает, и она к нам обращалась, соответственно, на нее был сформирован по заблаговременной работе макет пенсионного дела, в котором уже полностью сформировано дело, которое можно только взять, назначить, и не хватает только конкретного заявления на назначение. И заявление можно туда подшить. Да, так как заявление подается не ранее, чем за месяц, а человек уезжает, значит, в этом случае она может проще всего ей сделать, подать заявление онлайн, как раз через личный кабинет. Так как учетная запись регистрируется, соответственно, ее личного присутствия не нужно. Макет у нас сформирован по всем умещимся документам, без ее участия мы уже все назначим. Смотрите, присоединяются и присоединяются к нам люди и задают одни и те же вопросы. Как зарегистрироваться на личном кабинете, на сайте ПФР. Очень просто. Заходите на этот сайт и все поймете. Заходите на сайт, читайте, там все написано. На какие цели можно потратить материнский капитал, спрашивает Виктор. Цели у нас не меняются на материнский капитал. Значит, это у нас сейчас уже 4 направления. Первое – это улучшение жилищных условий. Второе – это образование любого из детей. Третье – это накопительная часть пенсии мамы. И четвертое – это приобретение товаров и услуг для детей инвалидов. Это вот новое, то, что было введено в прошлом году. Но надо еще напомнить, что только на эти цели можно тратить. Все остальное уголовно преследуется, между прочим, дорогие граждане. Да, и даже хотелось бы еще в этом русле отметить, что когда у нас распоряжаются средствами на приобретение жилищных условий и дают письменные и нотариальные обязательства граждане, что их надо выполнять. Потому что прокуратурой это все очень проверяется. И выявляются случаи, когда обязательство о выделении доли всем членам семьи было дано, но не было исполнено. Интересные прецеденты такие существуют. А судебные иски на эту тему? Наверное, тоже. И, в принципе, уголовно наказуемые деяния. Да, конечно. Федеральным законом предусмотрено выделение доли всем членам семьи в той квартире. То есть, если воспользоваться деньгами материнского капитала на расширение площади, Нужно выделить доли всем. А на эту сумму или как это? Нет. Ну вот они пишут распоряжение, погашение, например, потечного кредита. Купили квартиру. Дается письменное обязательство. То, что после того, как мы вступили в право собственности по этой квартире, обязуюсь выделить доли всем членам семьи. Мужу, детям. Этим и тем более там последующим. Это дается нотариальное обязательство. В течение полугода после того, как у них сняли обременение, они должны выделить доли. Если это обязательство не было исполнено в установленный срок, соответственно, это уже правоохранительные органы потом с этим разбираются. Наверное, так, что материнский капитал потом возвращается в федеральный бюджет. Так, у нас вопрос от Сергея. Он ставит перед вами задачу с одним неизвестным. Как я могу рассчитать свою пенсию? Мне 40 лет, зарплата 30 тысяч в месяц. Сколько у меня будет пенсии? Зайдите на пенсионный калькулятор, предположительно рассчитайте пенсию. Ну, недостаточно все-таки вот этих. Там недостаточно данных и там очень много нюансов. Когда люди приходят и говорят, мы вместе работали, и зарплата у нас одинаковая, и жизнь одинакова, и все. Но нет у нас сейчас двух одинаковых пенсий. Как в Советском Союзе было, например, максимальной 132 рубля, так она вот у многих такая и была. У нас сейчас нет предела совершенства, и все пенсии разные, непохожие. Все очень индивидуально. Слома Бекова, Альфия, завидное город, видное. Будут ли выплачиваться денежные суммы из материнского капитала в этом году? Вопрос остается открытым. Да, пока открыт он. И ответить на него может только правительство, которое, как возможный вариант, обсуждает уже эту тему. Какие частные пенсионные фонды в этом году получили лицензию? И вы вообще отслеживаете частные пенсионные фонды? Да, у нас постоянно приходит информация о тех, кого лишили лицензии. Сейчас я не готова дать такой ответ. Есть список, он есть полностью. Я думаю, что даже на сайте он, скорее всего, есть. На сайте ПФР данный список есть действующих негосударственных фондов. Ну, вопрос риторический от Александра. Тем не менее, он прозвучит. Почему в России такие маленькие пенсии? Я не могу сказать, что они маленькие. Они разные. Есть маленькие, есть большие. Пенсии все разные. Денег нет, но вы держитесь. Ну, будем надеяться, что они будут более достойные. Мы всегда рады. Будем надеяться, что... И зарплаты, и пенсии будут на уровне. Да, и индексация будет проходить, и работающие пенсионеры не будут переживать, почему им не индексируют. А мы продолжаем эфир. И опять вопрос с частным фондом. Как смогу я узнать? А как я могу узнать, я в частном пенсионном фонде или государственном, спрашивают Елена? Запросить выписку из индивидуального лицового счета. А скажите, а почему это дилемма такая? Разве это не человек решает? Человек решает. Просто я, насколько понимаю, что были разные прецеденты. То, что человек мог, не зная, оказаться в какой-то не государственном пенсионном фонде. Такие прецеденты были. Какие? Для того, чтобы понять, ну, разные, наверное, какие-то схемы происходили. Не могу сказать. Знаю, что люди приходили, говорят, а мы вроде бы и не переходили. Может быть, работодатель где-то кого-то перевел. Такое возможно без личной подписи? По идее, наверное. Но сейчас такое невозможно, да? Нет. Ну, я помню, было время, когда представители частных пенсионных фондов, как коми-воезжеры, да. Они сейчас ходят, да. Вербуют. Вербуют, ходят постоянно, люди нам звонят, тоже спрашивают. Пенсионный фонд на дом не выходит, никаких услуг не оказывает. Вот это нужно запомнить. Что если нужно пенсионному фонду что-то от заявителя, мы вам напишем сообщение, либо позвоним по телефону и пригласим непосредственно к себе в управление на прием. Также очень хотелось бы сказать, в последнее время участились именно письменные обращения граждан. Но так как они идентичны все, это понятно, что это как бы какие-то фирмы юридические, наверное, дают свои консультации или помогают направить заявление в пенсионный фонд, которые, в принципе, эти заявления, они никакой обоснованности под собой не имеют. Люди просто зря платят, наверное, какие-то деньги, потому что все остается на том же уровне. Поэтому, если вам что-то нужно, вы хотите составить заявление, вы хотите обраститься к нам с просьбой, вы хотите ознакомиться с материалами вашего пенсионного дела, получить любую консультацию, пожалуйста, приходите непосредственно в управление, либо звоните. Мы всегда вам окажем любую помощь, поддержку. Юлия Владимировна, ну вот раньше говорили, я сама не была этим свидетелем, что невозможно такие очереди в пенсионном фонде. Вот сейчас с этой онлайн-регистрацией поменялась картинка с тем, что вы какие-то услуги через МФЦ оказываете? Ну, через МФЦ, материнский капитал, да. У нас большой объем идет именно поступающих документов из МФЦ. Потом у нас сейчас идет регистрация онлайн сразу в режиме реального времени. Мы выдаем с НИЛС. Это тоже сразу, не надо приходить сначала подать документы, потом через какое-то время прийти забрать. Нет, все сразу на приеме. Также сократилось количество в связи с тем, что мы регистрируем в системе обязательного пенсионного страхования новорожденных детей. Поэтому если у нас гражданин родил ребенка, мамочка родила ребенка в наш роддом, либо Ленинского района, то она может уже через месяц, если ранее не нужно, то в течение месяца данные свидетельства уже находятся готовые. И уже просто их нужно прийти в пенсионный фонд и получить. Не надо вообще не подавать никаких заявлений, ничего. Проблема очередей, да, она, наверное, существует сейчас не так остро, как это было еще до июля месяца, пока у нас была присоединена новая Москва. С новой Москвой мы все-таки расстались, болезненно, долго расставались, но расстались. Но в связи с этим у нас и штат, конечно, был сокращен, поэтому количество сотрудников их тоже заметно уменьшилось. Но хочу сказать, что вот наблюдая клиентскую службу, наверное, последние, может быть, полгода, да, количество людей меньше, нет таких очередей. Есть прием, запись на прием и по телефону, и через онлайн. Единственное, что у нас отсутствует, у нас сейчас такой больной вопрос, у нас отсутствует запись на прием по предварительной оценке документов. Этим отделом занимается не клиентская служба, занимается другой отдел. Там тоже у нас есть небольшая проблема, но вот только в этом моменте. Здесь нет записи, поэтому у нас бывает, что люди немножко ожидают. Ну вот мы еще успеваем прочитать несколько вопросов. Елена Николаевна говорит, мой сын женат. А вопрос того, на кого оформляется материнский капитал, на невестку мою или на семью? Может ли семья моего сына купить у меня долю в моей собственной квартире на материнский капитал? И смогу ли я получить эти деньги? Вот так. Значит, начнем с того, что материнский семейный капитал выдается, в принципе, у нас маме. Если сначала первый вопрос, то что сертификат, за сертификатом обратится мама. Вторая, выкупить долю? Да, они могут у физического лица выкупить долю. Данная доля должна, единственное условие, что общая, должна увеличиться общая площадь квартиры покупаемой. Что это не будет одна вторая, там одна четвертая комната, и у них была одна четвертая комната, и получится полкомнаты. Нет, здесь должно приобрестись, чтобы это сложилось во что-то такое, либо в квартиру, либо в комнату. Но часть выкупить они могут, и она может получить эти деньги, будут переведены заявителям, продавцу на счет. А вот еще вопрос. Можно ли материнским капиталом погасить кредит за машину? Машину могу на детей оформить. Нет, нельзя. Машина, это, наверное, как материнский капитал ввели, это была самая, вот постоянно, эта тема присутствует всегда. Молодым семьям с детьми, конечно, нужна машина. И вот еще последний вопрос, который мы успеваем. Я состоял в пенсионном фонде РИСО, узнал, что он закрыт. А где моя пенсия сейчас? Так, вопрос в том, что пенсия была там назначена какая? Если была назначена в негосударственном фонде накопительная пенсия, если пенсия, мы говорим о пенсии, а не просто о начислениях. Если была назначена накопительная пенсия, заявитель приходит к нам, подает заявление у нас о накопительной пенсии. Если этот пенсионный фонд, он прекратил свое существование, данную выплату начинает выплачивать пенсионный фонд. Пенсионный фонд несет обязательства за негосударственные фонды. Отлично. Юлия Владимировна, большое спасибо. Большой объем информации был задан. Вы ее обработали, дали ответы. Но я бы еще все-таки хотела предупредить завершение нашего эфира. Мы начинали с этого, что все получают единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Пожалуйста, не реагируйте ни на каких аферистов, никому свои данные не давайте. Ни номера карты, ни паспортные данные. Да, и как сказала Юлия Владимировна, никогда из пенсионного фонда никто не будет звонить, спрашивать и не ходить по квартирам, тем более там выяснять, что вы и как хотите получать. Да, ничего никому не даем. Да, будьте аккуратны и осторожны. Иначе будем искать пенсию потом. На этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok